Малый Турыш Во второй раз мой папа попал в эту деревню в 2005 году, когда покупал дом для своих родителей. И он думал, что этот дом станет для них пристанищем. И как в настоящей сказке, он купил дом своей собственной тёче, в котором она когда-то родилась. И как в настоящей сказке, этот дом стал домом для него самого. У него было на тот момент 40 пчелосемей, дело жизни его отца, а при этом вся остальная жизнь была в Екатеринбурге. В какой момент это произошло? Папина предпринимательская карьера в Екатеринбурге подошла к концу. И вот именно в этот момент, 5 лет назад, я приехала в деревню на лето. И знаете, однажды услышала, как мой папа, которому не было 50 лет, шоркает ногами. Ну то есть я, как обычная девочка, которой в этот момент хотелось бы разорваться, села и подумала, окей, а что ещё не так? И я вышла в деревню и поняла, что это 20 домов, это деревня длиной километр-полтора, в которой люди живут за своими заборами, которые практически не общаются, если общаются на татарском, а когда твой папа не говорит по-татарски, он чужой. Помимо этого, естественно, в деревне нет ни медпункта, ни клуба. Магазин когда-то был, но сейчас он закрыт. И единственный день для тусовки жителей — это среда. В среду приезжает автолавка, ты можешь выйти, пообщаться со всеми и купить 6 булок хлеба на всю неделю вперёд, заморозить его, а потом есть. И, в общем-то, в тот момент я не придумала ничего лучше в борьбе вот с этой покинутостью и этой безнадёжностью, как придумать лучшее дело, как предложить сделать новый продукт, которого на рынке-то ещё никто не котировал, и так я предложила бабушкам собирать ягодки для нашего мёда. И тогда первые четыре бабушки собирали для нас землянику. Для сравнения, в этом году это было 230 человек. Благодаря тысячам неравнодушных людей мы построили в деревне производство, на котором теперь работают 11 человек. Они ходят на работу каждый день. И когда вы зашли бы туда, если бы вы зашли туда, вы бы услышали постоянный смех, вы бы услышали татарские шуточки, естественно, на татарском. А женщины эти, они называют меня кукай, когда я что-нибудь забываю. В переводе с татарского это значит «яйцо». А потом, знаете, я в какой-то момент задумалась, что вообще-то дать работу людям — это самое малое, что я могу сделать. Самое главное — позаботиться о людях, которые живут в деревне, и объяснить им, что они нужны нам. Так в деревне появилась детская площадка, беседка. Мы дали чистую питьевую воду, а теперь я строю там общественный центр. Потому что деревенская душа вообще-то требует клуб, и надо уже решить проблему с несвежим хлебом. А я за эти годы поняла, что я устала жить в Москве, и я постепенно хотела бы перебраться и жить в деревне. И знаете, это стандартная картинка, которую вы можете найти про Гузель Санжапова и про деревню Малый Турыш. И очень часто, читая статьи в прессе, еще что-то кажется, что да ладно, этой девчонке просто очень сильно повезло. Но, знаете, бывает очень и очень сложно. Я дам буквально два примера. Вот первый пример. Вот здесь на картинке торчит из бетона анкер. Это, в общем-то, начало фундамента общественного центра. А то, что по данкерам, это 54 двухметровых сваи из арматуры, которых нужно было сварить в конце июля. Помимо этого, естественно, нам нужно было варить домики для маркета. Мы готовились к концерту группы чаев в деревне Малый Турыш. И в какой-то момент сварщик, как вы понимаете, единственный на всю деревню, сказал, Я устал, поеду жить в другую деревню. Вот мне там больше нравится. И ты стоишь такой и думаешь, Окей, у меня три дня до концерта группы чаев. Я не могу облажаться, потому что на него приедут люди. Мне нужно строить общественный центр, который вообще-то должен решать потом проблемы в деревне. Но ты ничего не можешь сделать. Что мы с вами в Москве обычно сделаем? Мы пойдем в соседнюю контору, заплатим деньги и найдем ровно такого же человека. Так вот, в деревне деньги не решают ничего. В деревне все решают отношения, которыми ты строишь годами. И, наверное, решает расстояние и нехватка кадров. Или вот еще одна история. Месяц назад ко мне в деревню приехало шестеро немцев, таких статных, красивых, от 45 до 85. Мы снимали документальный фильм для первого телеканала Германии. Вы бы знали, как женщины на производстве сделали макияж, а как они ждали этих дорогих гостей. И вот стою я у этого колодца, рассказываю о том, что вот дом, в котором жила моя бабушка, когда была маленькая. И вот 80 лет назад она играла у этого колодца. Он немножко по-другому выглядел, но туда упала ее младшая сестра. И, в общем-то, все кончилось хорошо. И ее оттуда достали. И я рассказываю о том, что меня связывает с этой деревней. И в этот момент в кадр влетает пьянущий мужчина с палкой перед моим лицом. Он так вот машет этой палкой и кидается на меня. И говорит, убирайся отсюда. Ты позоришь мою деревню. Ты показываешь старый колодец. Ну, я, естественно, робею и говорю ему тихонечку, говорю, знаешь, вот я сейчас рассказывала о том, почему я люблю это. Кто из нас позорит сейчас деревню? Ты пьяный влетающий кадр? Или я, которая рассказывает про свою семью? И знаете, лекарство-то в таких ситуациях оно одно. И это не поленом по голове. И это не вызвать полицию, хотя, честно сказать, очень хочется. А вообще лекарство — это внимание, это любовь. И это разрешение самой себе быть слабой и быть уязвимой. И вот когда я за таким наблюдаю, да, я в курсе ситуации, да, я вижу, где будет конфликт. Но я в этот момент четко ловлю себя на мысли, что я думаю о том, как я могу сделать жизнь этого человека лучше, чтобы такого не повторялось. Ведь я точно знаю, что вот этот мужчина, он в какой-то момент протрезвеет, пойдет собирать ягодки и принесет эти ягодки нам, а мы возьмем эти ягодки. Деревня сама напомнит ему, что такое стыд. И что такое вообще-то бросаться с палкой на женщину. Знаете, в наше время безверие и непрекращающейся агрессии очень важно найти того, кому можно верить. А верим мы обычно тому, кто уязвим. И имеет, наверное, такие же слабости, как и ты. И вот эта девчонка с картинки боится так же, как и ты. И знаете, это рождает понимание. И это рождает понимание не только своего страха, но и позиции человека, который стоит напротив тебя. Когда мне страшно, знаете, я стараюсь остановиться, ничего не говорить и быстренько оглядываюсь назад. Что произошло за последние пять лет? Да, у людей сегодня есть работа. И причем для людей эта работа, она скорее как смысл. Это как возможность быть нужными, а потом уже деньги. Когда я иду на детскую площадку в центре деревни, я вижу, что на ней играют не только дети из моей деревни. Там играют уже дети из других деревень, которые приходят пешком 3, 5, 7 километров на нашу детскую площадку. И, в общем-то, пожилые люди в моей деревне уже, наверное, не думают, что они покинуты и забыты. И они точно знают, что они нужны как минимум мне самой. И они точно знают, что они нужны нашим клиентам, которые ждут земляничное варенье, а потом пишут вот такие опусы, которые я обязательно, конечно же, показываю бабушкам на производстве. И знаете, они знают, что группа Чайф посвящала им песни и играла концерт для них. И знаете, я знаю, что сварщик-то еще обязательно вернется, а мужчина протрезвеет и извинится. А что нас поддерживает, если нету такого пятилетнего опыта, как у меня? Мы ведь опираемся на то, что мы когда-либо получали от других. Это, опять же, внимание, любовь и забота. Вот один простой пример. Когда мне было 12, я жила в Екатеринбурге, в центре города, училась в обычной школе. И дико модно было взрывать петарды. В центре Екатеринбурга петарды было вообще не купить. Ну, то есть, если тебе нужны петарды, ты садишься на трамвай номер 10 и едешь на Тагамский ряд. Это был такой рынок на улице Бебеля, примерно часок на трамвае. И вот я прошу папу, говорю, папа, пожалуйста, купи мне пачку петард. Папа покупает эту пачку петард. Мы, естественно, с одноклассниками бурно веселимся, взрываем ее в школе. А потом я думаю, что что-то мало. Говорю, пап, купи мне, пожалуйста, еще раз пачку петард. Он говорит, нет, руки оторвет. На что я погрустнела и говорю, бабушке, бабушке. Говорю, бабушка, пожалуйста, поехали со мной, купим петард. Он говорит, да поехали. На все мои карманные деньги мы купили 100 пачек петард. Так у меня завелся первый нелегальный бизнес в школе. Покупала по 5, продавала по 10. Это был 2000 год. И на тот момент я в месяц зарабатывала больше, чем моя мама на скорой помощи. И знаете, вот такая хулиганская поддержка, она нужна всем детям. 4 или 44 лет. Когда ты берешь за руку и говоришь, да, давай попробуем. И вот счастье бабушек, как мне кажется, закладывается во внимании к детям, потом во внимании к внукам. Когда-то она меня брала за руку и ехала со мной за петардами. А сегодня бабушке 86, хоть она и работает на производстве со всеми, но я беру ее за руку, когда она говорит, я устала, я не могу, у меня все болит. Я говорю, бабушка, тебе привезли парик, новые очки, пойдем, у нас с тобой фотосессия. И что? Вмиг проходит все. Она уже летит и хватает гитару. И она уже позирует, она ловит от этого кайф. В повседневной жизни я регулярно сталкиваюсь с не получится, нет, невозможно. И поэтому понимаю, как важно быть тем звеном, которое говорит «да». И быть тем звеном, которое не прерывает цепочку. И когда ты ответил «да», вот это рождает ответственность. И ты переходишь от того, чтобы просто быть внимательным, к тому, чтобы действовать вместе. Если мне ребенок сказал «мам, давай поиграем в магазин», чего я делаю? Я пойду на рву листиков, соберу первые попавшиеся товары по дому и начинаю играть. Я не несусь в детский мир за набором «свободная касса». И это же не вопрос ресурса, это вопрос вовлеченности, внимания, сосуществования со своим ребенком в процессе. Здесь нет шкалы. Знаете, как часто говорят? Если у вас нет столько-то средств, то и не стоит, пожалуй, начинать. Нет аттестата зрелости, чтобы играть в магазин с ребенком. Так ведь? Если у вас нет стартового капитала на бизнес-задумку, ваша задача-то вообще пойти собрать прототип из фантиков, как я когда-то собирала его в деревне, и пойти тестировать. Нет времени ждать лучших обстоятельств и больших денег. Ребенок растет сегодня, как и деревня, она живет сегодня и сейчас. И часто наш внутренний чек-лист не позволяет нам с вами делать вот такие простые важные вещи. Потому часто люди чувствуют себя проигравшими, когда сменяются какие-то обстоятельства. И часто мы с вами, к сожалению, недооцениваем, насколько важна одна маленькая частная история. Почему-то в обществе всегда есть порог принятия, признания, оценки социального вклада. Это, зачем ты строишь детскую площадку в деревне, где всего лишь 10 детей, говорили мне люди. Построил он у нас в соседней деревне, там детей больше и эффект будет больше. А мне, знаете, важна частная история. Мне важны глаза тех детей, которых я вижу каждый день. Это фокус внимания. Это, знаете, тот момент, когда ты еще видишь перед собой личности, когда эти личности еще не стали толпой. Ведь именно в этот момент рождаются стереотипы и недоверие. Еще одна история, прекрасная абсолютно, как мне кажется. В общем, сидим мы летом во всей этой суматохе в деревне. Сварщика нет, концерт «Чаев». Дочь попросила купить круг. В городе Красноуфимске я нашла всего лишь два. Это маленький город, вот был скат и был динозавр. Я купила, презентовала. Она очень радуется, говорит, спасибо, спасибо. И тут время дневного сна, она ложится спать, и в какой-то момент мы слышим хлопок. Такой. И тут я понимаю, что мой папа только что пришел с пасеки и наверняка пошел поплавать в бассейн. Ну, просто потому что жарко, надо окунуться. И я была права, знаете. Папа пошел поплавать в бассейн. Он приходит виновата и вообще нисколько не мешкая, говорит Адель. Адель, знаешь, тут такое дело. Вот твой скат, который сегодня к тебе пришел, ты знаешь, он переродился. Он стал бабочкой и улетел. А завтра он вернется динозавром. Я подхожу тихонько к папе и говорю, папа, ты знаешь, тебе 55, и реальность немножко далека от твоего расскажа. Может быть, ты скажешь человеку правду? Папа долго мнется, уже представляет, как, наверное, ребенок будет рыдать. А потом подходит и вот так вот говорит, Адель, знаешь, я теперь тебе правду скажу. Извини меня, пожалуйста. Вот, я, говорит, пришел с пасеки. Мне было так жарко, я залез в бассейн, увидел твой круг. Ну, говорит, я сел на него вот так вот, свесил ноги вот с этих вот крыльев, говорит. Мне было так классно. А в какой-то момент, говорит, ты знаешь, у него вот этот глаз, он так надулся. И как долбанет. Ну, в общем, Адель, твой круг висит на заборе. Я куплю тебе завтра динозавра. Ну, а что, Адель выдыхает и говорит, хорошо, купи, пожалуйста, новый. Без единого плача, без ничего. То есть ей было очень важно почувствовать правду. И, в общем-то, эта история ведь описывает все, что происходит у нас с вами вокруг. Честная, правдивая история, она всегда честнее, смешнее, по ней можно снимать кино. Для этого не нужны придуманные замки и декорации. Так и с деревней. За глянцевой картинкой девочки, у которой получилось, есть обратная сторона. Отвечать на вопрос, почему, быть честным, уметь признавать свою слабость и свои ошибки. Можем сколько угодно с вами сфантазировать, да? Но не всегда способны принимать реальность такой, какая она есть. А реальность, вообще-то, содержит в себе миллион шансов на талант, креатив, классную историю. Нужно просто наблюдать. Вот, пожалуйста, как вам такое фото, Илон Маск? Вы знаете, это лет 50-60 назад. И это аэросани. И это не потому, что был конкурс инженерной мысли, акселераторы, деньги вкладывали. А просто потому, что дороги нет, школа 4 километра, метель и волки. И это ведь про заботу и про любовь, и про жизнь. А любовь, что это вообще-то? Это ведь слово не имеет стандартного визуального ряда у всех. Там сердечко, мама, папа, я, любимая семья. Мы же все с вами понимаем, что за каждой картинкой, которую мы представляем, другой представляет себе другую реальность. Так вот, для меня любовь — это внимание. Это когда ты держишь глаза и сердце открытыми, и когда ты в нужный момент говоришь «да». Если любовь взаимна, то твое действие и твое «да» имеют большое продолжение. Вот сегодня я с Адель играю в ресторан или в магазин, а я знаю, что завтра она будет обслуживать гостей в ресторане в Турэше и будет очень гордиться этим. Понимаете, это как круги по воде. Ты вот бросил камень, и после тебя остается след. И вот вчера, на годовщину свадьбы, мой папа подарил маме 31 сосну. Он их посадил на той самой земле в 20 гектаров, где они когда-то собирали грибы. И через 20-30 лет под этими соснами будут гулять и собирать грибы их правнуки. Мы часто строим планы по поводу того, что надо бы как-то изменить этот мир. Но мир начинает меняться с маленького круга. Если я проявляю внимание, если я люблю, если я забочусь о ближнем человеке, то я сейчас встаю и начинаю действовать. Беру за руку, и я уже пошла. И мне все равно, есть ли у меня ресурсы на это, есть ли у меня деньги на это, есть ли у меня связи, в конце концов. И поэтому среда начинает меняться. Меняется мой дом, меняется моя семья, меняется моя деревня и меняется моя страна. Посмотрите вокруг на своих детей, родителей, соседей. Просто скажите «да». Спасибо. Спасибо.